Елена Змановская в кабинете терапевта Осознанный подход к здоровью предполагает, что мы бежим к врачу не только в том случае, когда что-то уже болит, а наносим визиты в поликлинику регулярно для профилактики. Единый день диспансеризации – еще один повод напомнить себе об этом. Первый этап диспансеризации будет отличаться у людей разного пола и возраста и статуса перенесенного ковида. Как правило, это будет забор крови, это будет кално-скрытую кровь современным монохимическим методом, это скрининг на колоректальный рак, это тяжелое оборудование, флюорография, маммография. А вот второй этап диспансеризации проводится, чтобы поставить точный диагноз, если на первом выявили какие-то отклонения от нормы. Игорь Залесов признается, обращается к врачам редко, а здоровье крепкое. Но сегодня решил воспользоваться возможностью и был приятно удивлен. Вообще первый раз здесь как бы. Ну, вроде понравилось. Общительные врачи объясняют все. Единый день диспансеризации проходит два раза в месяц. Воспользоваться такой возможностью и пройти профосмотр, независимо от прикрепления к какому-либо медицинскому учреждению, может каждый россиянин. Татьяна Верняковская, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.